Давайте поговорим сегодня о таком важном вопросе, как возможность получения ипотеки здесь, в Америке, иностранными гражданами. Один из самых интересных вопросов для людей, которые только приезжают сюда в Лос-Анджелес и хотят купить недвижимость, заключается в том, есть ли у них возможность получить ипотеку, либо такой возможности у них нет. Существует определенное количество мифов, связанных с этим вопросом. Так давайте же сегодня попробуем ответить на эти вопросы и адресовать, может быть, те заблуждения, которые связаны с индустрией ипотек, связанные непосредственно с иностранными гражданами здесь, в Лос-Анджелесе. Одним из первых мифов, наверное, будет миф о том, что для получения ипотеки вам обязательно нужно иметь два года возврата по налогам, либо работать на одной и той же работе два года. Правда это или нет? Нет, это неправда. Для того, чтобы получить ипотеку, вам можно квалифицироваться для нее разными способами. На самом деле, даже не пребывая в стране на протяжении двух лет, либо не имея историю работы на одной и той же работе, либо в одной и той же дисциплине уже два года. Второй миф заключается в том, что для получения ипотеки здесь вам нужно иметь грин-карту, либо документы, которые подтверждают, что в этой стране вы можете находиться всерьез и надолго. И это также является мифом, потому что для получения ипотеки грин-картой вам владеть не обязательно. Есть определенное количество ипотечных программ, которые позволяют вам получить ипотеку как иностранному гражданину. Говоря об этих двух мифах, разумеется, стоит упомянуть, что ваши ипотечные условия, конечно же, будут не такими идеальными, как у людей, у которых есть возможность здесь находиться и проживать в Америке, иметь номер социального страхования, право на работу, грин-карту и так далее, либо может быть гражданство. Также, конечно же, не предоставляя подтверждений ипотечному брокеру о том, что вы уже на протяжении нескольких лет работаете в одном и том же бизнесе, получаете зарплату и показываете хорошие возвраты по налогам. Разумеется, также не имея этого, ваши условия ипотечного кредитования будут не такими идеальными. Но, понимая для себя, что ипотеку вы можете получить уже здесь и сейчас, зачастую это имеет смысл переплатить ипотечному брокеру и, может быть, иметь не настолько идеальные условия финансирования, но получить недвижимость здесь и сейчас. Анализ вашей конкретной ситуации, конечно же, не сможет войти в это видео, но я счастлив с вами поговорить о том, какие плюсы и минусы того, чтобы получать ипотеку здесь и сейчас, либо ждать уже два года для того, чтобы это сделать на более идеальных условиях для себя. Стоит понимать, что здесь, в Америке, есть огромное количество банков ипотечных программ, которые строят свои сервисы, базируясь на разных клиентах. Исходя из этого, квалификационными стандартами для получения ипотеки может быть доход от вашего бизнеса, может быть наличие у вас на счету средств и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы думали о том, что вам обязательно нужно иметь грин-карту, а также историю работы на определенную компанию на протяжении двух лет для получения ипотеки, это неправда. Если вам интересен процесс получения ипотеки и покупки недвижимости здесь, счастлив вам помочь. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, у меня получилось ответить на этот вопрос, который часто задается мне людьми, которые задумываются о покупке недвижимости здесь. Поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать меня, подписывайтесь на мой канал, лайкайте это видео, отправляйте его друзьям, которым интересна тема недвижимости и увидимся с вами очень скоро уже в следующих моих видео.